Есть решение суда, которое не исполнено, уже скоро как полгода, 2 сентября оно вступило в законную силу. Было вынесено этим решением суда в течение трех месяцев восстановить крышу управляющей компании, а нам компенсировать потраченные деньги на ремонт и нанесенный ущерб. На сегодняшний день по всей станции мы жалуемся, ходим, бьем во все колокола, ничего не произошло. Вспомнительный производство изначально находился в Саратовском межрайонном отделе, я правильно понимаю? Да. В декабре передан в Волжске РОСП. Рабочая встреча с начальником Волжского РОСП проведена, ход проведения исполнительного производства взят на контроль, в настоящее время работа ведется по данному исполнительному производству. Я можно поясню по ремонту крыша, что касается. На сегодняшний день администрация Волжского распространяла пакет документов, направленный в администрацию города на выделение денег из резервного фонда. В ближайшее время деньги будут выделены, работа будет выполнена по ремонту крыша. Ближайший какой? Год прошел? Год, вопрос. Неделю назад направлен пакет документов на выделение денег из резервного фонда администрации города. Скажите, а как долго вы ждете? Потому что вы можете пройти, течет реально, прям по стенам течет, обваливаются потолки. Дети маленькие. Как долго? Месяц, два, сейчас опять обещали снегопады. И опять все это, все что тает там, все у нас квартира. Даже на первом этаже у меня, ну это просто нереально. Это мокро, сыро, плесень. Это холодно очень. Как долго? Да. Сколько по ремонту? Пример занимает выделение. Дни, 10, три недели. А какая-то смета существует на решение этого вопроса? Ну, к вам сюда выходил на место каркас, он сделал полное отследование крыши. Сделать текущим ремонтом, займите отдельный участок здесь не получается. Нужно делать полное восстановление всей кровли. Смета существует, объем финансирования понятен. Мы просто только выделим здесь же средства. Нам еще немножко нужно пожить статиками и потерпеть, подождать, да? Ну, если ваша управляющая компания не исполняет решение суда, приходит администрация города, уделяет деньги, делать вам кровлю. Хотя, отмечу, что муниципального жилого помещения здесь нет ни одного. Здесь все квартиры в собственности. Ну, дело в том, что и мы сами-то не можем сделать, нам не разрешают трогать ничего. А крыша тоже у нас в собственности? Крыша наша, наша крыша тоже в собственности. Мы тоже ее должны сами делать, да? Да. У вас, по сути, получается частный дом, просто несколько квартир. Вот и все. И вы обязаны содержать общее имущество по закону. Ну, мы когда-то платили, и управляющая компания, она для этого создана по закону, чтобы следил за имуществом, уделял ему нужное внимание. Ну, касается компании, прощество, сколько я знаю, ваш дом по конкурсу был выбран управляющей компанией ЖГАЛ в 18-м году, да. И в тарифе у них заложено только содержание общего имущества, не включающие в себя ремонт статил. То есть они только содержат имущество. А капитальный ремонт? Капитальный ремонт на кому платят? Капитальный ремонт, платят фонд капитального ремонта. И все, да? Не управляющих в общем, как лет. И от него ничего спрашивать не надо. Слуха, нужно спрашивать, конечно, короче. Куда стоял, в 17-м году или 16-м проведение капремонта? В 19-м. В 19-м году. Ну, и воз и ныне, там 20-е наступило, 20-е. Ни капитального никакого, ни частичного. Будет предписание управляющей компании на устранение данных нарушений. Затем при проведении повторной проверки было выявлено неисполнение этого предписания. За что управляющая компания, должностное лицо, директор, был привлечен к административной ответственности. Штраф 50 тысяч был вынесен за неисполнение. Дальше, значит, опять дали предписание. При его проверке управляющая компания препятствовала проводить проверку. То есть, не являлись на проведение проверки, что был составлен также административный протокол по статье по воспрепятствованию проведения проверки должностному лицу. Привлечена компания на 20 тысяч рублей. Всего два штрафа на 70 тысяч было вынесено направляющей компании. На сегодняшний день также по неисполнению предписания органов должностного надзора третий протокол составлен и направлено находится на рассмотрении в суде. Я думаю, что там однозначно его неисполнение будет вынесен опять штраф административной управляющей компании. И была в декабре проведена последняя проверка исполнения предыдущего предписания. Ну, такая процедура процессуальная. Так же, как он не был исполнен, то сейчас уже четвертый протокол составляется. Направлено уведомление в управляющую компанию для составления протокола, который также будет направлен в суд на рассмотрение и вынесение решений. И вот по законодательству, когда будет у нас два решения суда, вступивших в законную силу, как я уже сказал, первый находится в суде, второй сейчас уведомление направлено на протокол, то после этого уже наступают правовые основания для исключения данного квартирного дома, вашего из реестра лицензии данной управляющей компании. И что мы от этого будем иметь? Из реестра мы ушли от них, допустим, если это управляющая компания, да? Так я понимаю. И что, у нас должна взять другая компания? Значит, у нас в силу 200-й статьи жилищного кодекса управления, в случае, если принудительно изымается дом из управления той или иной управляющей компанией, все равно она продолжает управлять этим домом до возникновения новых обстоятельств. То есть, либо вы соорганизуетесь, выберете другую форму управления, либо администрация конкурс проведет, выберет другую управляющую компанию, либо к вас захочет взять другая управляющая компания. Процессуальная схема, она вот такая, о которой я вам сказал. Очень долетим. То есть, к управляющей компании за неисполнение, во-первых, за допущение вот этого нарушения по надлежащему содержанию общего имущества на квартирном доме, и затем по неисполнению предписания органов должного надзора все меры административного воздействия были приняты. С стороны гражданина. С них как с гусь-вода просто. Просто как с гусь-вода. Это не управляющая компания, это просто какой-то, я не знаю, на них нет вообще никакой управы. У меня такое впечатление сложилось, что на них нет никакой управы. Вот кто бы на них не действовал, просто от них ноль. Не знаю.